Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду готовить традиционную греческую еду, которая готовится только два раза в год. Здесь 1,2 кг хека свежезамороженного. Его нужно разморозить и хорошо чистить от плавников, чешуи и от пленки, которая внутри. Одну рыбку я уже почистила, вам показываю, как это должно быть. И вот она уже вся почищена, вымыта хорошо. Ни одной чешуйки, ни одного плавника, внутри все чисто. И теперь ее нужно нарезать на небольшие кусочки, примерно 5 см. Почему день охи? Этот праздник называется день охи. 28 октября на рассвете Греции был предъявлен ультиматум, тогда отточенным фашистским режимом мусульмини. Предоставить все стратегические объекты страны в распоряжении итальянских властей и армии. Вот такие кусочки у нас получились. Паприка сладкая. Соль. Все специи добавляйте по своему вкусу. Перед черный молотый. Орегано. Все хорошо перемешать. Сложить в небольшую затем емкость и оставить на 30 минут, чтобы все хорошо перемешалось и промариновалось. А мы тем временем подготовим кляр для рыбы. 200 грамм муки. Соль, перец по вкусу. 3 грамма сухих дрожжей. Хорошо перемешать сухие ингредиенты. И теперь самый главный продукт, который мы будем добавлять в муку. Это пиво. Пиво добавляйте до консистенции. Тесто должно получиться, как на густые оладики. Продолжаем историю. Весь греческий народ и правительство ответили, итальянскому правительству нет. Фактически это означало вступление Греции во Вторую мировую войну. Это означало война для Греции. Кляр готов. Дадим ему настояться 1 час в холодильнике под закрытой пленкой. Поставим вариться картошку, добавив оливковое масло и лавровый лист. Как вспоминают тогдашние историки, когда Метаксас вручал ответ итальянскому правительству, тогдашний представитель фашистской Италии сказал, вы могли бы избежать войну. Премьер-министр ответил да. Но мы отвечаем нет. В небольшом количестве масла, берите любое растительное масло, мы начнем обжаривать хек, предварительно обмакивая его в тесто. Можете это делать любым удобным для вас способом. Я, конечно, потом одену перчатку. Так удобнее. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Хек жарится очень быстро. Обжарили. Выкладываем на тарелку. Обжариваем всю нашу рыбу. Во время Второй Великой Отечественной войны греческий народ сражался самоотверженно и героически. Вот такая красота получилась. А теперь гарнир. Этот гарнир обязательный. Картошка у нас сварилась. Конечно, можно все это пропустить блендером, но я предпочитаю через сито, чтобы получилась очень мягкая и нежная консистенция. Масло. Горячее молоко. Куриный бульон. Можно просто взять отвар от картошки, в которой она варилась. Все хорошо перемешать. Все спицы также добавить по своему вкусу. Соль, если хотите перец. Будет очень хорошо мускатный орех. И обязательно, это очень обязательно, это чеснок. Мелко натертый или раздавленный через пресс. Оливковое масло. Все хорошо перемешать. С праздником Греция! Всем нам мира и добра желаю! И наше блюдо для праздника готово! Благодарю всех за просмотр! Приятного аппетита! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...